Всем привет, друзья! Меня зовут Даниил, вы на канале Таганай. Не так давно у меня на канале вышел обзор фильма «Враг у ворот» про Сталинградскую битву, и я задался вопросом, как отражено это переломное сражение на берегах Волги в других кинокартинах. И поэтому сегодня предлагаю провести сравнение четырех фильмов про Сталинград. Советский фильм Юрия Озерова 1989 года, немецкий Сталинград 1992, американо-французский «Враг у ворот» 2001 и российский Сталинград 2013 года. Оценим сценарий, визуальное исполнение, постановку батальных сцен и соответствие историческим фактам. По каждой рубрике фильмы будут получать оценку от 1 до 5, а в конце мы решим, который из них можно назвать лучшим фильмом про Сталинград. Уже знаете результат? Пишите в комментарии, проверим, совпадет или нет. Спойлеры, разумеется, будут. И да, это моя абсолютно субъективная оценка и первый опыт в подобном формате, так что прошу, строго не судите. Кстати, вот еще что интересно. Главного героя немецкого фильма «Сталинград» играет актер Томас Кречман. И крайне иронично, что он же почти через 20 лет исполняет роль главного антагониста немецкого капитана Кана в фильме «Сталинград» Федора Бандарчука. Ну а сам Федор Сергеевич, молодой и с волосами, успел сняться в Сталинграде у Озерова в роли снайпера, прототипом которого был Василий Зайцев. Тот самый, которого сыграет Джуд Ло в картине «Враг у ворот». Вот так все хитро закрутилось. Итак, новая рубрика, название еще не придумал. Клюква Баттл. Четыре Сталинграда. Поехали! Начать надо бы с картинки, но некорректно оценивать визуал в целом, так как фильмы относятся к разным эпохам и имели совершенно разные технические возможности, поэтому разобьем его на несколько подпунктов. И пункт первый – это декорации и атмосфера. Посмотрим, как в фильмах показан сам Сталинград, насколько продуманные реалистичные декорации и как они работают на создание атмосферы сражения в разрушенном городе. В советском фильме декорации сделаны прилежно. Все на месте, разрушенные дома, пустыри, руины, берег Волги. В фильме много общих планов, показывающих город с разных ракурсов. И это понятно. Фильм рассказывает о глобальных событиях, лишь иногда отвлекаясь на судьбу отдельных персонажей. При таком подходе без общих планов никак. Фильм снимали в Керчи, и многие культовые здания построили с нуля. Все смотрится вполне реалистично. Но мы говорим о кино, и в этом плане советская картина выглядит немного скупо. Не хватает деталей, пламени пожаров, дыма, пепла и прочего изюма, который насыщает картинку. Декорации ничем не запоминаются, не врезаются в память. Не ощущается скрупулезности в построении каждого кадра. Так что только 4 балла. Немецкий Сталинград в этом плане еще более скупой. Общих планов города вообще не показано. А в кадре мы видим все время какие-то тесные улочки, руины, промзоны, подвалы и катакомбы. Скучно и совсем не эпично. Но с другой стороны, реалистично и уместно с учетом камерности фильма. Веришь, что именно это и видели солдаты с обеих сторон. Так что здесь скупость декораций более простительна, чем в советском батальном полотне. И тем не менее, больше тройки поставить не могу, потому что не хватает, ой как не хватает, хотя бы нескольких общих планов или ярких ракурсов. Враг у ворот. И этот, с позволения сказать, фильм за декорации и атмосферу, как ни странно, хочется похвалить. Потому что здесь все смешано практически в идеальных пропорциях. И общие живописные планы и интерьеры отдельных помещений. Для съемок был построен целый городок, который должен был воспроизводить архитектуру Сталинграда и получилось действительно достойно. Кадр всегда построен так, чтобы показывать зрителю какие-то интересные запоминающиеся детали, будь это россыпи химических реагентов, переплетения труб, мрачное небо, разрушенные памятники или знаменитый Сталинградский фонтан с детьми. Из минусов, в кадре практически все время одни и те же здания, как будто вся Сталинградская битва сводилась к одной единственной площади. Но с точки зрения качества декораций и создания атмосферы, я поставлю фильму 5 баллов. Здесь он это заслужил. Фильм Федора Сергеевича Бондарчука тоже очень старается. Общие планы есть, их довольно много, декорации сделаны прилежно, все в мрачных тонах, на горизонте дымы и зарево пожарищ, а с неба постоянно падает пепел, словно это Севент-Хилл какой-то. Скрупулезно сделана площадь с домом, где происходят основные события. В кадре мелькает и знаменитый Сталинградский фонтан с детьми и крокодилом, как один из символов города. Но вот лично мне вся эта атмосфера кажется какой-то искусственной и очень цифровой, при том, что и декорации зданий, и кварталы возводились в реальности. И даже пепел падал в реальности, но видимо постобработка дала такой эффект. По крайней мере в сравнении с тем же врагом у ворот Сталинград Бондарчука кажется мне менее атмосферным. Если мрачности врага у ворот вере, что тут прям видно, как ее нагоняли постобработкой и цветокоррекцией. И хотя картинка получилась беспрецедентно качественной и детализированной до мелочей, я поставлю фильму только 4 балла за декорации и атмосферу, потому что, ну, не верю я. Следующий пункт это постановка батальных сцен, ибо какой военный фильм без зрелищных сражений. Фильмы Юрия Озерова в этом плане в свое время задали планку качества, и я говорю про замечательную киноэпопею освобождения. Но вот со Сталинградом что-то пошло не так. То ли бюджета не хватило, то ли вдохновение, то ли атмосфера перестройки не способствовала творчеству. Но почему-то именно в этом фильме фирменные для режиссера долгие планы с кучей техники и солдат в кадре уже не вызывают такого восторга и часто выглядят схематично. Про реализм происходящего и в случае освобождения сложно было говорить, но там хотя бы было масштабное зрелище. А тут как будто все снято неохотно, без любви, без искры. Вроде и техника есть, и массовки много, но приглядитесь и почувствуете фальшь. Как будто актерам было лениво играть, а режиссеру лениво снимать все это. Вы не хотите вот этот дубль переснять? Нет? Ну ладно. Да, сейчас снова принято восхищаться этими съемками с одного ракурса, без клек. И понятна их техническая сложность, когда в кадре бегают десятки солдат и взрываются целые здания, но в итоге ни реализма, ни эпичности. Серенько, очень серенько, особенно на фоне предыдущих работ режиссера, так что только три балла. Йозеф Фильсмайер, режиссер немецкого фильма «Сталинград», решил сделать упор на реализм перестрелок в руинах города и надо сказать, что снят они действительно хорошо. Примерно понятно, кто куда бежит, кто в кого стреляет, а в момент отражения атаки советских танков даже присутствует некоторая эпичность и размах, правда уже в ущерб реализму. Но тем не менее, сами перестрелки и поведение солдат выглядят достаточно натурально, а режиссер отлично передает ощущение беспощадного городского боя, не нарушая при этом законов логики и здравого смысла в происходящее. Веришь и это главное, так что немецкая картина получает крепкие четыре балла за батальные сцены. Враг у ворот с его внушительным бюджетом тоже богат на масштабные сражения, но как сказать сражения? Я уже отмечал в своем разборе, что несмотря на размах и эпичность, эти, так сказать, сражения представляют собой на самом деле сцены массового уничтожения советских солдат без попыток противодействия с их стороны. Серьезно, в фильме немцев убивает только главный герой Василий Зайцев, и это, блин, не шутка. Остальные русские по ним обычно даже не пытаются стрелять, и в кадре всегда умирают только солдаты Красной Армии. Так что, с одной стороны, батальные сцены сняты невероятно эпично и зрелищно, дорого-богато, тут мое почтение, но воспринимать их всерьез не получается при всем желании. Да похоже на то, что создателей и не волновал реализм. Задача была другая, так что только три балла за идиотизм происходящего. Сталинград Бондарчука масштабными сражениями похвастаться, как ни странно, не может. Есть только одно в самом начале с горящими советскими солдатами. Далее все будет сводиться вообще к локальным перестрелкам, причем, как правило, в закрытых помещениях. Сняты они, честно скажем, добротно, хотя со слоумо есть знатный перебор, и под конец от него уже натурально тошнит. А еще всю малину портит полное отсутствие какой-то логики происходящего. Немцы весь фильм обитают на дальнем конце площади, проводят на ней построения, показательные казни, ходят за водой и вообще живут нормальной жизнью. И все это на виду и под прицелом русских солдат. Но русские по немцам не стреляют, и артиллерию на них не наводят, сберегая ее до самого конца фильма, чтобы вызвать потом на себя. Когда немцы идут штурмовать советский дом, солдаты Красной Армии, имея выгодную позицию, вместо того, чтобы открыть огонь через оконные проемы и перебить немцев на подходе, благо даже пулемет для этого имеется, предпочитают заманить их внутрь и драться в рукопашную, неся огромные потери. Про бред с пылающими солдатиками или истерическая атака я вообще молчу. Ну то есть, как и в случае с врагом у ворот, ну вроде и красиво, и старательно снято, а выглядит тупо. Четыре балла с натяжкой и то только, потому что за тупость фильм еще получит свое, тем более, что пришло время оценить связность и логичность повествования и сценарий фильмов. Сталинград-Озерова – классическое эпическое батальное полотно, в котором закадровый голос рассказывает о глобальных событиях, а повествования скачут между разными участниками этих событий, от руководителей стран и генералов по обе стороны линии фронта до простых солдат. Несмотря на обилие персонажей, каши и путаницы почти удается избежать. Почти, потому что многие сюжетные линии кажутся откровенно лишними. Например, история про красную капеллу сына Хрущева или испанцы Рубена и Барури. При таком обилии персонажей запоминаются только главные герои. Остальные мелькают в кадре и исчезают и из кадра, и из памяти. Не покажи их, ничего глобально бы не изменилось. Но в целом, большая часть сюжетов и судеб персонажей переплетены довольно грамотно. Общий ход событий понятен, а финал, в котором встречаются почти все выжившие герои, вполне лаконичен. Портят картину только досадные мелочи и оборванные сюжетные линии, поэтому за сценарий твердая четверка. Сталинград Йозефа Фильсмайера показывает, как немецких солдат из солнечной и ленивой Италии перебрасывают в горнила сталинградской мясорубки. При этом главные герои и арки их характеров хорошо обозначены, повествование плавное и понятное. И несмотря на то, что фильм сконцентрирован на группе немецких солдат, ощущается и общий фон происходящих событий. В целом, это отличный сценарий военной драмы. Неуместных любовных линий нет, лишних соплей нет, бездарной траты хронометража на второстепенных персонажей тоже нет. Конечно, картина сильно теряет темп ближе к концу, но это сюжетно обусловлено. Так что здесь можно поставить 5 баллов. Ну, 5 с минусом. Враг у ворот. Если отбросить жесткую антисоветскую повестку фильма и логические дыры, то сам сценарий, ну, с точки зрения повествования, можно даже назвать относительно удачным. Героев вводят постепенно, грамотно развивают их отношения, завязывают драму, и даже любовный треугольник получается, как ни странно, вполне органичным. Однако, при ближайшем рассмотрении выясняется, что почти все сюжетные повороты построены на невероятных совпадениях и лютой тупости. Ну, например, комиссар Данилов знакомится с Зайцевым, потому что вылетел на машине с листовками прямо на поле боя, и туда же практически в это же самое время приезжает немецкий полковник, чтобы помыться. И так во всем, и так на каждом шагу. А в итоге, вместо нормальных мотивов, персонажи ведут скрипты, необходимые для развития сюжета. И это тупо. Так что в итоге фильм получает только три балла. Сценарий фильма «Сталинград» 2013 года является ярким примером, как не надо писать сценарии. Картина, вроде как посвященная переломному сражению самой жуткой войны в истории человечества, большую часть хронометража отводит на демонстрацию любовных отношений солдат и женщин по обе стороны линии фронта. Они теперь не за родину, за Сталина, они теперь за тебя воют. Все это ужасно затянуто и снабжено ненужными подробностями, включая даже сцену изнасилования в слоу-мо. Смешно в общем и целом, там баба голая, посмотреть нельзя. Причем все, что касается войны на сценарном уровне, тупо и нелогично настолько, что даже после обзоров Бэткомедиана и Красного Циника мне есть что добавить. Каша! Катя. Глупость и абсурд здесь на каждом шагу. В общем, это полная сценарная импотенция и бездарность. Двойка. Ход сражения и историческая достоверность. Когда фильм посвящен и уж тем более назван в честь одного из самых известных сражений Второй мировой, ожидаешь, что в картине само это сражение будет так или иначе отражено и желательно в соответствии с историческими фактами. Посмотрим, как с этим справились наши претенденты. Как я уже говорил, советский фильм как раз и пытается рассказать о глобальном ходе сражения, для чего не брезгует ни закадровым голосом, ни картами со стрелочками. Войска Юго-Западного фронта соединились с войсками Сталинградского фронта. И в целом со своей задачей справляется. Но опять же сделано все это совершенно прямолинейно. Все мы иссякли. К утру уродимцева никого не останется. В фильме трижды повторяется одна и та же история. Немцы пошли на решительный штурм. В советском штабе готовятся дать последний бой, потому что резервов больше нет. Но тут неожиданно приходит подкрепление. Советы бегут в контратаку, все погибают, резервов снова нет. И так три раза. Я начинаю последнюю контратаку. А где бои за элеватор? Где Мамаев курган? Где изнурительная позиционная война? Ничего этого нет. Хотя ну где еще показать реальные знаковые места боев, как не в подобном фильме? Ладно, хоть Сталинградский вокзал мелькает в одном кадре и есть сюжет про дом Павлова. Так что советский фильм за отражение Сталинградской битвы и историческую достоверность получает твердую четверку. Сталинград Йозефа Фильсмайера больше про солдат, про их психологический путь от уверенных в себе завоевателей до дезертиров. Сама битва представлена как фон, но основные ее этапы обозначены. Солдаты вермахта начинают с бравых штурмов, переходят к изматывающей позиционной войне, а потом вынуждены обороняться и замерзать в снегах. Из обрывков разговоров офицеров штаба мы узнаем общее положение дел, которое и определяет дальнейшую судьбу персонажей. И такой подход здесь вполне уместен. Откровенных ляпов в плане исторической достоверности не замечено, так что 4 балла. В кинокартине «Враг у ворот» Сталинградская битва тоже является просто фоном для сюжетной линии про жизнь, любовь и борьбу Василия Зайцева. Причем фон этот вышел совершенно неубедительным и нелогичным. Ну то есть «Красная армия» весь фильм выступает в роли бездарного неорганизованного пушечного мяса. У них артиллерия, авиация, танки. А что было у меня? А потом вдруг оказывается, что она победила. Как? Когда? Каким образом? Непонятно. Мне плевать, что вы потеряли половину людей. Потеряйте и вторую половину. Или потеряйтесь сами. У главного героя вообще своя война с одним единственным немцем. И порой кажется, что все боевые действия в городе прекращаются, чтобы не мешать протагонисту и антагонисту выяснять отношения. Глупо, картонно и неубедительно. Соответствует ли это историческим фактам? Да нет, конечно. Создатели фильма переврали все, что можно было переврать. Начиная с того, что 284-я дивизия переправлялась в реальности ночью скрытно и без потерь. И состояла из опытных, хорошо подготовленных и вооруженных солдат. А не из безоружных, запуганных новобранцев, которых перебили во время переправы и выдавали одну винтовку на двоих. И заканчивая личностью самого Зайцева, которого в фильме зачем-то выставили безграмотным деревенским дурачком, не умеющим писать. Хотя в реальности тот до войны работал начальником финансовой части на Тихоокеанском флоте. Благо или благо? Благо. Залютое, бессовестное вранье и то, как показана Сталинградская битва в фильме «Враг у ворот» двойка. А вот в фильме Бондарчука Сталинградской битвы нет совсем. Кроме самого начала, где каратенечко показано переправа целой дивизии. Судя по истории с баками, это 284-я дивизия Батюка. Вы связаны с русскими. Раз? Что? Которая потом куда-то исчезает. И во всем Сталинграде остается только один дом. Все, кто выжили вблизи, инстинктивно ползли в дом. Горстка советских бойцов и пара десятков немцев на другой стороне площади, которые между собой воюют крайне неохотно и предпочитают любовь к войне. Я тебя люблю. Справа и слева от дома то ли пустые радиоактивные руины, то ли невидимые края карты. Словно это компьютерная игра, а разработчики поленились нарисовать какие-то бои за картой, ограничившись статичным заревом пожаров на горизонте. Город пуст. Самолеты улетают в никуда. Дивизии высаживаются в никуда. А в кадре войны нет. И это осенью 1942 года, в самый разгар жуткой сталинградской мясорубки. Какая историческая достоверность, о чем вообще речь? Из реальных фактов в фильме только подрыв резервуаров с топливом во время ночной переправы дивизии Батюка, о котором рассказывает Василий Зайцев в своих мемуарах. Солдаты скидывали горячую одежду и шли в атаку по пояс голыми. Но Бондарчуку не давала покоя атака мертвецов, так что получите яркое и абсолютно бессмысленное зрелище с горящими солдатиками. Ну и разумеется, никаких намеков на то, с чего началась, чем закончилась и зачем нужна была Сталинградская битва в фильме вы не увидите. Видимо, она началась и закончилась на доме девушки Кати. Нет, ребята, фильму с названием Сталинград непозволительно забивать болт на это жуткое сражение. Садись, Федор Сергеевич, двойка тебе. Идеология. Ну а куда без нее? Все-таки любой фильм чему-то учит, несет какие-то мысли, какую-то мораль, особенно если это историческая военная драма. Для начала посмотрим, как в представленных картинах изображают немецких оккупантов. В фильме Юрия Озерова нет никакого акцента на зверствах нацистов. Немецкие солдаты показаны просто солдатами, офицеры просто офицеры, ну а Гитлер изображен самоуверенным фанатичным дураком. Я не потерплю, чтобы мне мешали победоносно закончить войну с большевиками. Разве что в гестапо пытают агентов Красной Капеллы, но и то как-то вяло. С другой стороны, немцы здесь показаны как однозначный враг, обезличенный, страшный и неотвратимый. Фильм не пытается искать человеческое лицо нацистов и смотрит на них исключительно через прицел, за что и получает заслуженную четверку. Немецкий Сталинград даром, что немецкий к нацистам никакой симпатии не питает и даже, как ни странно, показывает их преступления. Здесь вам и расстрелы мирных жителей, и сжигание деревень, и ужасное обращение с пленными и даже с экс-рабыни. Но вот только главные герои не нацисты. Они просто солдаты. Солдаты, которые не всегда в восторге от действий руководства и даже попадают в немецкую штрафную роту. То есть как бы нацисты, да, плохие, но наши герои хорошие. И они просто выполняли приказ. Выполнение приказов вынуждает героев заморать руки невинной кровью. А фильм предлагает нам подумать, какой выбор был у персонажей и был ли он вообще. И я бы поставил пять, но просто обязан скинуть балл за неприкрытое желание автора фильма, обелить солдат вермахта и выставить их жертвами режима. Большинство немцев показаны как честные солдаты и офицеры. А за все преступления и зверства оказывается повинен один единственный мерзкий гауптман. Он один во всей шестой армии и поленных обижает, и мирных жителей расстреливает, и женщин насилует. Вот он и есть плохой нацист, которого надо ненавидеть. Если вы откажетесь стрелять, вы скоро займете их место. А наши бедные герои в итоге дезертируют из организирующей армии, что вроде как искупает их вину. А вот если бы не было поражений, агонии, голода и холода, они бы тоже дезертировали? Вопрос, естественно, риторический и 4 балла. В фильме «Враг у ворот» есть персонажи по обе стороны линии фронта. И надо сказать, что немцы в фильме показаны, опять же, просто солдатами. Организованными и дисциплинированными не в пример Красной Армии, но об этом чуть позже. Ну ладно, один раз в кадре есть немецкие мародеры. Зато майор Кёниг вообще получился очень харизматичным и в чем-то даже обаятельным персонажем, который даже мальчика Сашку Шорты не хотел обижать до последнего. Мне очень жаль, милый Саша, что ты не остался сидеть дома, как поклялся мне. Да, один раз за фильм героини Рэйчел Вайс расскажет, как нацисты зверски убили ее родителей. И история реально жуткая. Их построили на мосту вдоль ограждения и выстрелили в одного из каждой пары, чтобы сэкономить патроны. Тела застреленных утягивали живых в воду. Но вот в чем беда. О плохих нацистах нам только рассказывают и то только один раз за фильм, а вот зверства проклятого советского режима нам будут показывать на протяжении всей картины максимально наглядно и зрелищно. С учетом такого перекоса за отношение к нацистам троечка. Сталинград Бондарчука тоже рассматривает персонажей по обе стороны линии фронта, показывая, что по сути русские и немцы похожи. Они просто хотели, чтобы их любили. Ой, это из другого фильма. Хотя нет, все верно. Справедливости ради, зверства нацистов все же показаны в виде единственного за весь фильм ритуального сожжения еврейской женщины с ребенком. И это, конечно, жутко. Но, опять же, это инициатива одного безумного полковника. Древние германцы, например, приносили жертвы своим богам перед боем. А остальные немцы взирают на происходящее чуть ли не с ужасом. И в целом отношение немцев к мирным жителям вполне нейтральное. Также закадровый голос порой рассказывает про то, как были убиты семьи героев. Зверствуя в его родном Гомеле, эсэсовцы изнасиловали и бросили умирать в хрюлу его старшую красавицу-сестру. Но рассказывают нам об одном, а показывают совершенно другое. Про то, что немцы вообще-то славные ребята, такие же, как и русские. Все они просто хотят любви, пусть даже любви шлюх из Индии. А в Индии у всех шлюх по шесть рук. Даже на построении немецкие солдаты словно случайно стоят на фоне барельефа со Сталиным, потому что нет разницы. Как хотите, но за такое я выше тройки поставить не могу. Собственно, теперь посмотрим, как фильм показывает солдат Красной Армии и как относятся к советскому руководству. Перестроечный фильм Озерова является ярким продуктом своей эпохи, когда в фильмах стали подниматься первые ростки антисоветчины. Что здесь происходит? Да вот, трусов расстреливаем. Тут вам и расстрелы паникеров, и заградотряды. Во всех отходящих я буду стрелять. Из пулеметов. И тупой жестокий Сталин, на совести которого все стратегические ошибки, а все победы и удачные решения, разумеется, вопреки ему. Если начнется эвакуация, то действия эти будут поняты как решение сдать в Сталинград. Государственный комитет обороны запрещает эвакуацию. В кадре советские солдаты постоянно бегут в самоубийственные лобовые атаки на пулеметы, погибают сотнями, и это типа подвиг, типа бесстрашие, но почему-то остается дурное послевкусие. В концовке нам высказывают, как плох был Сталин. Стало известно, что Сталин пресек развитие демократии. И Хрущев. В его деятельности преобладали произвольные решения, свойственные волюнтаризму, что тоже характерно для культа личности. И только советский солдат был молодец. Вопреки. И да, если вдуматься, то расстрелы паникеров здесь показали как раз там, где их уместно было показать. И заградотряд в итоге вступает в героический бой с немцами. Мы отрежем пехоту, атака. Но вы же стреляете. Только по своим. Ваши не побегут. И только Сталин так и остается злодеем, который всем мешает и все портит. Агентурные сообщения из Германии пахнут дезинформацией. Да и акцент, по идее, сделан не на антисоветчине, а на героизме советских солдат. Вот только героизм здесь натужно пафосный и картонный. В него не веришь, ему не сопереживаешь, в итоге приходится ставить тройку. В немецком Сталинграде русские – это однозначно враги. Но враги достойные. Мне сказали, что их автоматы улучшают наши и заедают. В тех немногих сценах, где есть советские солдаты, уважение к ним проявлено больше, чем во всем фильме «Враг у ворот». Да, они враги, но не орки и не упыри. С ними можно договориться о перемирии, чтобы вытащить раненых. Алеша, все будет хорошо. Лежи, мы тебя вытащим. Они не кровожадны и не убивают из удовольствия. Я тебе там висы. Сюда иди. А если сражаются, то сражаются до конца, чем приводят немцев в ужас. Есть даже сцены, где советские солдаты поют «Темную ночь». А вот злобных комиссаров, заград отрядов и закидывания трупами не замечено совсем. Немцы здесь были. Да, пошли этим путем. Береги себя, девочка. Спасибо, дядя. Я ж маленькая. За уважительное отношение к противнику 5 баллов. Про антисоветчину в фильме «Враг у ворот» я снял подробный часовой обзор. Ссылка будет в описании и подсказках. Фильм остро политически заряжен, и большинство сцен поставлены с единственной целью – показать никчемную Красную Армию и преступный советский режим. Огонь! Ни шагу назад! Огонь по дезертирам! Нет пощады трусам! Смерть за предательство! В картине собраны все любимые на Западе негативные стереотипы о Восточном фронте. Тут и одна винтовка на двоих, и солдаты-заключенные, которых везут на фронт под замком, и заградотряды, и репрессии, и советско-нацистские совместные школы, и даже якобы запрет на эвакуацию гражданских из города. Приказ товарища Сталина! Гражданским запрещено покидать город! После критического анализа и развенчивания всей этой ахинеи, становится ясно, что фильм снимался с единственной целью – вымазать Советский Союз и его солдат говном, что авторы сделали ярко, изобретательно и с нескрываемым удовольствием, пусть и вопреки историческим фактам и здравому смыслу. Вон какой твой гребаный коммунизм-социализм! Это даже не двойка, это кол! А российский Сталинград 2013 года, вопреки трендам своего времени на лютую антисоветчину в каждом военном фильме, старается быть нейтральным и не педалировать свою ненависть к советскому режиму. И у него это даже получается корявенько, но все же. Хотя местами говнецо все же просачивается. Например, когда герой Федорова на пустом месте без суда и следствия приказывает расстрелять морячка. При том, что тот не трус, не дезертир и не преступник, а защитников дома можно по пальцам пересчитать, но вот такое отношение к жизни солдат в советской армии. В итоге картина вроде как политически нейтральна, но только тут эта нейтральность больше похожа на идеологическую импотенцию. Фильм сам не знает, какую идеологию он исповедует. Вроде как он про великую битву Великой войны, но вроде как и про то, что все люди братья. Вроде как про подвиг советского народа, но вроде как про то, что мир у мир и надо заниматься любовью, а не войной. Эта непоследовательность сбивает с толку, а после просмотра остается пустота. После врага у ворот хотя бы злость оставалась, а тут растерянность и непонимание. Что это вообще такое было, про что оно и главное зачем? Так что неопределившийся фильм Бондарчука получает слабую троечку. Ну и наконец посмотрим на общее впечатление от фильмов. Оценим их не по частям, а целиком. Фильм Озерова долгий, тяжеловесный, пафосно-официозный. И при этом совершенно серый и невзрачный в плане сценария, съемок, декораций и постановки. Особенно на фоне предыдущих картин режиссера. А главное, в нем нет искренности. Патриотизм вымученный и фальшивый. Большинство историй не трогают, потому что они плохо прописаны, плохо сыграны и плохо сняты. Единственное, что есть, это масштабные съемки, да и те какие-то унылые, в прямом и переносном смысле слова. Видимо, сказалась усталость режиссера и общий идейный упадок в стране. Выше тройки поставить не могу. Старинград 1992 года – это добротная военная драма, отлично играющая на контрастах. Пейзаж меняется от пляжей солнечной Италии до морозной мглы Приволжских степей. А герои из бравых лощенных солдат превращаются в замерзших голодных дезертиров. Да, картина местами затянута, но снята хорошо и с чувством, поэтому оставляет сильное впечатление. Твердая четверка. Враг у ворот – блокбастер с богатым бюджетом, звездным актерским составом и именитым режиссером. Да и снят фильм по большей части неплохо, если бы он только не был насквозь гнилой, лживой антисоветской агиткой с тупым нелогичным сценарием, которую невозможно смотреть без рвотных позывов. Естественно, двойка. Сталинград Бондарчука технически и визуально практически безупречен. Видна огромная работа над декорациями, постановкой и спецэффектами. И тем обиднее, что весь этот огромный труд был обесценен дурным, бессвязным и нелогичным сценарием, в котором было все, кроме самой Сталинградской битвы. Чего только стоит концовка, где главные герои, советские и немецкие, чуть ли не обнявшись, погибают под огнем артиллерии, обесценивая всю военную составляющую фильма. Кто, за что и когда воевал, вообще не важно. Главным событием картины оказывается зачатие. Это что, сказка? Прич-арт-хаус такой? Нет, это назвали Сталинград. А значит, заслуженная двойка. Итак, пришло время подвести итоги. По сумме баллов с неплохим отрывом вперед вырвался Сталинград Йозефа Фильсмайера 1992 года. И это заслуженный результат. Фильм, конечно, не идеален, но на фоне конкурентов он действительно выгодно выделяется. Из всех фильмов про Сталинград немецкий, по моему мнению, лучший как по сумме факторов, так и по общему впечатлению. Прошу заметить, что по ряду позиций я не поставил максимальной оценки. Это значит, что лучший фильм про Сталинград еще не снят. Появится ли он когда-нибудь, большой вопрос, но если появится, я обязательно вам про него расскажу. А на сегодня это все. Огромное спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, если ролик понравился. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и Инстаграм. Свое мнение о представленных фильмах оставляйте в комментариях под видео. И не забывайте, что канал Таганай можно поддержать на Патреон, где вы получите доступ к эксклюзивному контенту, бэкстейджам, подкастам и сможете выбирать тему для следующего крупного обзора. Присоединяйтесь. Ну а с вами был Даниил, канал Таганай. Скоро увидимся. Всем пока. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал Таганай на Патреон. Отдельную благодарность получают ВУКС, Редхэт Фокси, МВС, Денис Гульчак, Саня Ширяев, Степан Каковин, Евгений Котенко, Хекс 472, Пашудра и Рика ЕКБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова